Ум человека, служивший в армии, вы, наверное, начнете, да? Ну, что я скажу, что это война угла неизбежных, в любом случае. Время государства находится в центре геополитики. То есть, у США социальная, у Союза. Вот, представься, пожалуйста. Не вставай, не вставай, сиди тут уже, до чаепития уже недалеко. Придент БГУ, начисло. Как? Счетик БГУ. Как зовут? У нас просто протокол потом надо будет делать. Про Виктор. Запиши. Юлист. И в Союзе, у Колоска, было два варианта. Либо, если действие в Лагестан, либо, что делать, подождать. В итоге, как бы, стать войну в себя стране. Мне кажется, все было чьи-либо. Нужно было еще остановить, чтобы мы встали. То есть, это в любом случае надо было бы? Да. Больше времени. Ну, а может, подождали бы, и оно бы как-нибудь рассталось? Тем более, у нас уже такие проблемы начинались. У нас уже к этому времени к нам прибалтийские республики относились достаточно холодно. То есть, при помощи войны мы его немножечко оттянули. Потому что мы, как бы, тоже относились, что это были наши границы. Самые, как бы... Ну, как у нас с ним были хорошие отношения, и... Ну, это получается, вот, молодые мальчишки, вот, вашего возраста, пушечное мясо, которого просто так скашивали, косой, хорошо наточенной. Другому, а? Может, даже в вашем, вот, времени, любая какая-то ситуация, так же будет? И вы тоже пойдете по голове, если это нужно, цели своей. Это не свои, но цели. Ну, я имею в виду, вы будете пушечным мясом. А кадры... Ну, там просто, там такие корки встречались, потому что, когда к началу войны, значит, там был Ошхи, вот. Его, его в самом начале войны не внедрили, хотя он был как раз заточен на... Да, самоподготовленный, вот, именно в горной местности, все такое и прочее. Пригнали, по-моему, откуда? С Липецкого, по-моему, с Липецкого. Да, 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 с Липецкого. С Липецкого, да, зеленый батальон. Потому что, на самом деле, престарелый наш генсек и паритбюро решали очень серьезную такую задачу, потому что там, на самом деле, вводить, не вводить, это было много сомнений. И, наконец, по данным нашей разведки, по данным, пришли к выводу, что если мы не введем, то мы сразу, на самом деле, потеряем нафиг. Пять часов, пять часов, пять часов, пять часов, пять часов, пять часов. Меня зовут Саидалий Евденец, я являюсь комиссаром Сельдомоскового штаба, авторических опяток. Ну, что могу сказать, ситуация по-моему. Война, война была, как бы, неизбежна. Водить войска... В Советском Союзе это не нужно было. Вот. Ну, и не вводить войска они не могли. Вот. Это, кстати, цитата какого-то генерала, я не помню, кого. Вот. Для... Ну, в принципе, все уже, так и вот это рассказали, все это... Я не знаю, что добавить можно. Все началось... Нет, причина, причина. Причина. В принципе, несколько вот высказывается. Вплоть до того... Тут еще версия не прозвучала, но мы вот, когда готовились, была такая, что это своего рода подготовка российских войск, потому что у нас все было там так тихо, мирно, спокойненько, а это вроде как в таких вот, в таких ситуациях чрезвычайных, вроде как это подготовка советских войск была своего рода. Одна из причин. Такая версия была. Одна из причин была. Основная, как бы, это вот, вот эта холодная война, соперничество с Соединенными Штатами. Они были боевиков, экспонсировали этих боевиков, вот, которые перебегали вот с Пакистана в Афганистан и воевали, ну, против наших солдат. Вот. По нескольким данным, максимальное количество наших солдат было около 115 тысяч человек, вот. А боевиков было больше 170 тысяч обученных, хорошо обученных. Которые за это получают зарплату. Которые получают зарплату, у которых было самое лучшее вооружение, американское. Вот. Оно. Оно. Оно.